Меня задерживала наркополиция, потому что оказалось, что больше некому... Переходящий в хлад у нас окунь. Да, я из разных отделов, да, из разных отделов. А почему? Потому что некому было задерживать, все были задействованы в плане крепости, так называемом. Мы его назвали между собой план-дятел, потому что кто-то пытается снаружи достучаться до этого гнилого дерева и вытащить оттуда нормальных людей. Сидел, естественно, арестант, так правильнее называть этого человека в возрасте, ближе к 60 лет. Откуда он там был, какое правонарушение, как бы не принято, спрашиваясь. Но когда он меня спросил, что тут делать, что натворил там без прав или что, я говорю, да я политический. У человека был просто шок, ну как бы ты врешь, в некультурной форме был вопрос задан, но я говорю, да нет, все нормально, все действительно так. Он сказал, что с 76-го года не видел, с 72-го года не видел полиции. Эльнур не даст соврать, что некоторые, не мы, к счастью, но некоторые задержанные в отделении полиции номер один в Волжском районе пили из бачка унитазного, потому что больше неоткуда было пить. Утром где-то часов в 5 утра нас всех разделили, причем сначала посадили в одну камеру, потом сказали, что пришел приказ, надо в разных. Меня отправили к прекрасному молодому человеку, который разорвал мне, конечно, все мои шаблоны о представлениях того, сколько может вмещать человеческий желудок, потому что он в течение нескольких часов что-то изрыгал из своего желудка в углу, то есть соседство было очень неприятным, мягко говоря. И где-то часов в 5 утра в соседнюю камеру я слышал, что спросили, будут ли люди овсянку. Они сказали, да, все, больше никто, естественно, никакую овсянку не видел. То есть социологический опрос такой утренний, видимо, провели, что люди овсянку хотят. Так у нас есть счет, с декабря у нас, по-моему, 23-24 миллиона наши соратники перечисляют. Даже вот сегодня молодой человек проходил с автонаклейкой и говорю, вот еще денежку, говорю, нет, ни в коем случае, у нас есть официальный счет на донате, пожалуйста, перечисляйте туда. И это речь про федеральный счет, потому что я так сейчас услышал, что в Саратове есть 24 миллиона. Я вдруг решил вступить в штаб Навального. Вот, вот, что записать. Вот это показатель, покажите. Нет, это ирония, это ирония, покажите меня, я отказываюсь от иронии. В каждой шутке есть доля правды.